МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С торжественной линейки наш первый репортаж. Масштабный, эффектный, фееричный старт нового учебного сезона. Это самый волнующий и долгожданный день для студентов, а также мастеров и преподавателей. Самые пунктуальные первокурсники. Все предусмотрели, пришли заранее, а еще поделились своими эмоциями и секретами подготовки к учебному году. Ощущение непередаваемое. Первый раз, первый курс, это вообще новая ступень в жизни. Мы безумно рады, что поступили в МИТР, что будем здесь учиться. Пообщался со студентами, которые здесь уже не первый год, и понял, что это именно тот ВУЗ, которым будет интересно, в котором я познакомлюсь с интересными людьми. Ведущим торжества стали преподаватели МИТРа Александр Анатольевич и Ирина Прокопьева. Мы поздравляем вас с началом нового студенческого сезона МИТРа 2016-2017. Каждое слово этого человека все слушают, затаив дыхание. Открыл торжественную линейку почетный ректор МИТРа Генрих Аверьянович Боровик. Я хочу, чтобы вы всегда были вот такими молодыми и такими красивыми. Дай вам Бог здоровья. Владимир Меньшов, руководитель мастерской факультета режиссуры МИТРа, рассказал о планах на учебный год. У вас возможность за эти пять лет узнать изнутри всю механику создания кино и телевизии. Я вам желаю большого успеха на этом пути. Мечтать, творить и действовать. Вот главное пожелание студентам от руководителей мастерских факультета режиссуры Владимира Хатиненко и Дмитрия Астрахана. Положительный заряд на начало учебы. Я вам желаю, несмотря ни на что, вот понимать, что вы единственные избранные для себя верить в это. И что ваше слово ждет человечество. Вы должны это помнить. Пахать нужно, чтобы выжить в этом жестоком мире, а он жесток. Надо пахать, пахать, пахать. И быть достойным учителей, которые у вас действительно уникальный набор. Дмитрий Петров, полиглот, рекордсмен книги Гиннеса. В этом году открывает мастерскую на факультете иностранных языков. Я хочу, чтобы вы оправдали наши надежды, но еще больше я хочу, чтобы вы оправдали свои собственные надежды. Успехов, удачи, любви и счастья. Мастер Митра Владимир Молчанов пожелал студентам счастливых лет обучения. Мы желаем им просто быть вот пять лет счастливыми, и чтобы им было очень интересно. Никаких наставлений. В ответ преподавателям студенты дали торжественные обещания. Мы станем хорошими журналистами. Обещаем учиться честно, добросовестно и от души. Мы любим Митра! Открытие прошло на высокой ноте. Веселые танцы, громкие песни, а еще каждый год все студенты и преподаватели Митра загадывают свои самые заветные желания и запускают их в небо вместе с воздушными шарами. И поверьте старшекурсникам, все сбывается. Пожелание студентам всегда радоваться. Радоваться от процесса обучения, радоваться между занятиями, радоваться во время подготовки к экзаменам, радоваться, когда вы их сдали. В общем, получать удовольствие от процесса, и тогда он будет намного легче и, конечно, намного эффективнее. Веселье – это хорошо, но самое важное – студенческий билет. Его радостным первокурсникам вручили мэтры. Руководители мастерских факультета журналистики Митра – тележурналист Николай Сванидзе и телерадиоведущий Владимир Молчанов. Руководитель мастерской театрального факультета Митра – заслуженный артист России Сергей Каковкин. Поздравляю! Мастер Митра и Высшей школы кино и телевидения Останкина – Давид Шнейдеров. Этот день точно будет незабываемым, ведь помимо воспоминаний останутся яркие фотографии, свет, вспышки камер, селфи, хэштеги, праздничный фотосет. Немного терпения – и вот шедевры готовы! Желаю всем, и девочкам, и мальчикам, чтобы учеба шла с удовольствием, чтобы потом приятно было вспомнить. Я думаю, что будет сочетаться все – и развлечения, и занятия. Все будет вместе, и все пойдет на пользу. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись с другими. На один день почувствовали себя первокурсницами Елизавета Мележенкова, Марина Пономарева, Митролайф. Новый учебный сезон стартовал и у наших младших друзей из детской академии Останкино. И стартовал очень кинематографично. Повсюду камеры и огромные экраны. Отличное настроение, яркие эмоции и разноцветные шары в небе. В этот торжественный день академики не сидели на месте. Они пели, танцевали, смеялись. А еще рассказали Митролайф о своих планах на будущее. Как это было, узнаете прямо сейчас. Детская академия Останкино отпраздновала начало нового учебного года. Ярко и эффектно. Торжественная линейка прошла в духе знаменитых кинопремий. Красная ковровая дорожка, профессиональный свет и звук, фото и видеокамеры на земле и над землей. Желаю вам успехов, радости и всего самого-самого хорошего. Поздравляю вас и добро пожаловать в нашу большую семью. С праздником! Настрой у юных академиков самый радостный. Замечательные педагоги, замечательные ребята. И мне кажется, мы двигаемся по лестнице нашей вперед. И с каждым годом получается все лучше и лучше. Новый учебный год только начался, а у ребят уже масса творческих планов. Я заканчиваю две книги, занимаюсь монтажом почти профессионально. Планирую пойти на 3D-моделирование, чтобы рисовать профессиональную компьютерную графику. Учащихся детской академии Останкино поздравили мастера Митро и Высшей школы кино и телевидения Останкино, а также любимые преподаватели. Уверена, что здесь собрались самые интересные, самые творческие и талантливые детки Москвы. Все, удачи вам и всего самого-самого наилучшего. И до встречи в эфире. Журналистика, кино и телевидение — это дело молодых. Я очень хочу, чтобы вы на самом деле поскорее сменили нас и в конце концов заняли наше место, чтобы я мог спокойно сидеть в кресле и махать вам рукой. Здесь все по-взрослому. Здесь снимают репортажи, здесь работают в кадре, здесь играют на сцене как настоящие актеры. Я считаю, что даже если кто-то из ребят вдруг передумает и не захочет становиться журналистом, актером, это все так пригодится. Целый год учащиеся академии усердно практикуются, а по итогам обучения сдают преподавателям творческий экзамен. Преподаватели детской академии пожелали своим ученикам успехов во всех начинаниях, а еще серьезно подходить к выполнению любой работы, за которую берутся. Старт дан, а это значит, самое интересное и волнительное у академиков впереди. Надеемся, что с запуском ярких шаров в небо все их самые заветные мечты непременно сбудутся. Ирина Мандрина, Ксения Солнцева, Митролайф. Победы на Олимпиаде. Выступление России на конкурсе Евровидения. Ему всегда есть что сказать по актуальному поводу. Тележурналист, комментатор и просто абсолютный профессионал своего дела Дмитрий Губерниев поделился опытом со студентами Митра. Насколько сложна его работа, узнала Елизавета Мележенкова. Вот на старт выходит мастер спорта по академической гребле. Лидер среди комментаторов, известный журналист Дмитрий Губерниев с заявлением, что главной темой сегодняшней игры станет профессионализм. Я хочу сказать, что вы большие молодцы, что пришли сюда учиться, потому что если захотите, то вас научат многому. Итак, прежде всего начинающему журналисту необходимо ежедневно расширять свой кругозор и четко ориентироваться в информационном пространстве. Мы должны четко ориентироваться в этом мире. Не важно, спортсмен ли ты, или ты хочешь быть журналистом, я не знаю, РБК. Это совершенно не важно. Мы не можем знать, когда жизнь журналистка или любая другая сыграет с нами злую шутку. Тренировки, тренировки и оттачивание техники, речи – вот второе условие успешного преодоления дистанции. Больше времени артикуляционной гимнастики и работе с голосом. С граворки мы, кстати, не говорим, как Ирина Муравьева в известном фильме. Помните, кукушку, кукушунку, вот это все. Мы говорим это, вот, на дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова. Не руби дрова, на траве двора, понимаете, да? То есть вот эти вещи нужно делать. Кто-нибудь, кто-нибудь может сказать? Купики-пупик, пики-пу-купи. Купики-пики. Публичная жизнь, как и спорт, часто наносит удары. Следует запастись стойкостью, и тогда даже самые сильные противники отправятся в нокаут. Мы должны к этому относиться очень, если вы в публичном пространстве, философские и спокойные. Хотя это на самом деле нелегко. Я видел людей, которые, скажем, после каких-то там критических историй чуть ли там из эфира не уходили. И, наконец, еще одна заповедь. Ты должен болеть за свой состав и свою страну. В противном случае, откуда возьмутся такие яркие эмоции, которые так нужны в профессии комментатора? Ну, извините, если комментатор не должен болеть за своих, то комментатора надо уволить за профнепригодность. Я считаю, это первый случай. Другой вопрос, что если нет наших, скажем, то я скажу, что за тобой болею. И вот самый ответственный момент. Дмитрий Губерниев рассказывает собственную историю успеха. Она становится решающим пасом в сегодняшнем матче. Ни у кого не остается сомнений, что советы мастера спорта и комментаторства сработают. Стоит только верить в звезду и учиться. Вот еще какая штука интересная. Если вы чувствуете в себе силы, не надо их скрывать. Допустим, мы разговариваем с коллегами. Вот, меня там туда-то не зовут. Я говорю, ну ты сам приди, скажи, давайте я. Кстати, Дмитрий Губерниев натура не только спортивно закаленная, но еще и невероятно творческая. Он стал автором песен для нового музыкального альбома. А это стихотворение Роберта Рождественского с самого начала карьеры мечтал прочесть в прямом эфире. И это желание сбылось на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Сочи. Ты выигрываешь, прибавь, ты выигрываешь, нажми на мгновение, прильнув, прибав. Хочешь, наши силы возьми. Вот, зачем нам теперь они? Ваш любимый вид спорта? Академическая гребля. Без чего вы не сможете жить? Без музыки. Блондинки или брюнетки? Во-первых, брюнетки, а во-вторых, и блондинки, и брюнетки. Залог хорошего дня? Залог хорошего дня, здоровый сон и правильное питание. Три составляющих успеха? Терпение, труд и желание. С вами была начинающий, но уже делающий успех и комментатор Елизавета Мележенкова. Митра.Лайф. Многотысячные яркие колонны первокурсников прошли по Парку Победы, выкрикивая девизы своих вузов. В минувшие выходные состоялось главное молодежное событие года – парад российского студенчества. Участие в нем приняли и студенты Митра, чьи ряды стройнее, а голоса звонче узнала Кристина Вайсберг. Центральная площадка 15-го юбилейного парада студенчества – город Москва. Поклонная гора раскрасилась в сочные цвета символик вузов России. Около 300 тысяч студентов из разных образовательных организаций собрались на Поклонной горе, но наших узнать очень просто. Яркие флажки, дудки, плакаты с надписью «Митра» и сотни счастливых первокурсников – это про нас. Узнать митровцев действительно несложно. Оригинальные девизы – дружные песни. Долгих три часа перед началом шествия пролетели незаметно. Мы стильные, мы классные, мы митровцы прекрасные! Как настроение? Отлично! Это очень массовое мероприятие, нам всем очень нравится, море эмоций. Мы впервые, наверное, так как первый курс на таком мероприятии. Все очень счастливы и радостные. Митра супер, мы лучше всех! Первокурсники «Митра» учатся почти две недели и уже готовы поделиться впечатлениями. Пока несложно, ожидания все оправдались полностью. «Митра! Митра!» Праздник начался с шествия студентов. Первокурсники собрались в колонны и прошли по Парку Победы. «Московский институт телеразвещания Астангина!» Отличились и наши мастера. Эрнест Мацкевич, руководитель мастерской факультеты журналистики «Митра». И Владимир Шнитко, певец, преподаватель «Митра», достойно представили ВУЗ. Выступили на сцене в момент шествия и подняли настроение зрителям. Звезды! Руки и герзь повыше! Взлезду готовы! Естественно, все это время, пока парад проходил перед глазами, я ждал наших ребят, наших студентов. С огромным удовольствием их поприветствовал. Приветствую их сейчас, поздравляю с этим днем, с началом учебного года, учебного процесса. Впереди много всего интересного. Четыре невероятных совершенно года. Самое интересное, что празднование началось одновременно в 30 городах России. Торжественная часть парада прошла в формате телемоста. Масштаб и размах мероприятия уникален. Подобного нет ни в одной стране мира. В финале парада грандиозный гала-концерт с участием популярных молодежных звезд. Первокурсники побывали на Всероссийском параде, дали клятву студента, а значит, к учебе готовы. Присоединяется к поздравлениям Кристина Вайсберг, Ирина Королева, Митра Лайф. Ни для кого не секрет, Митра – это не просто интересное занятие лучшей педагоги и постоянные мастер-классы от настоящих профессионалов. Здесь можно и нужно проявлять себя и показывать свои таланты. Анастасия Кузнецова в своей рубрике «Успеть за 38 секунд» расскажет вам, где и как вы можете это сделать в течение всего учебного года. Всем привет! Вы уже знаете, что Митра славится огромным количеством творческих проектов. Я расскажу о четырех из них по традиции за 38 секунд, а вы решите, что подходит именно вам. Один из самых масштабных конкурсов Митра – «Команда года». Целый год вам придется не просто постоянно фантазировать и придумывать что-то новое, но реализовывать свои самые необычные сценарии прямо на сцене. Идите, пробуйте, творите и пробуйте себя в этом замечательном конкурсе «Команда года». Знаешь имена всех композиторов, можешь сходу назвать дату любого сражения, да и вообще у тебя огромный багаж знаний в абсолютно разных областях, тогда конкурс «Брэйн Ринг» точно для тебя. Это совершенно не скучный конкурс, он для тех, кто готов узнать много нового, играя в команде. Главный вокальный конкурс – «Митра Вижн» – специально для тех, кто не может жить без песни. «Митра Вижн» – самый творческий конкурс, поэтому приходи, не бойся и завоюй звание лучшего голоса «Митра». Ну и, конечно же, студенты «Митра» просто не представляют свою жизнь без добрых дел, поэтому и решили заниматься благотворительностью. В «Митра» существует несколько направлений благотворительности. Мы организовываем поездки в детские дома, дома престарелых, сдачу крови и поездки в приюты для бездомных животных. Более подробную информацию о конкурсах и кураторах проектов вы можете найти в официальной группе «Митра» и в группе «В теме». И это еще не все. Продолжение в следующем выпуске. Анастасия Кузнецова – специально для «Митра Лайф». На этом пока все. Больше новостей найдете в официальных группах «Митра» в социальных сетях, а также на сайте mitrotv.ru. С вами была Марина Пономарева. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok